Вопросы образования, строительства и дорожные трудности. Главы города и Заполярного района отчитались о работе в 2013 году. Чем жили муниципалитеты, как помочь выпускникам сдать ЕГЭ и что делать с пресловутой дорожной проблемой в нашем следующем сюжете. В Заполярном районе продолжается масштабное строительство. Идёт оно не везде гладко. Вовремя не сданы объекты на общую сумму в 400 миллионов. Самые трудные участки – электростанция в Харивере, ферма в Оме и Фоке в Нижней Пёше и Амдерме. Об этих стройках телеканал «Север» уже рассказывал подробно. На этом фоне снижается численность сельского населения Нениского округа. Примерно на 200 человек в год. Однако власти запускают строительство жилых домов и наращивают социальную сферу в селах. Пока процесс обратил. Отдельным пунктом в докладе Александра Безумова прозвучала дорожная проблема. В Заполярном районе ни одна магистраль не соответствует нормативам. Даже относительно цивилизованная дорога на Красное не может принять пассажирский автобус. А необходимость в таком маршруте давно назрела. К сожалению, дорога, которая соединяет обискатели с Красным, до настоящего времени имеет категорию пятая. И поэтому нельзя вести регулярные пассажирские перевозки, для чего требуется уровень ниже четвертой категории. В городе дорожная ситуация не лучше. Если Заполярный район может сослаться на специфику региона, вряд ли кто-то одобрит строительство скоростной магистрали, скажем, в Шойну, то городским властям придется отвечать за каждый метр дорожного полотна. Подавляющее большинство дорог не соответствует нормативам. Отсутствие требует технические средства организации дорожного движения, знаки искусственной неровности. Зато естественных хоть отбавляй. Нормативам соответствует только 4 километра городских магистралей, что не просто некомфортно, но и опасно. К установке знаков городские власти приступили, заверила Татьяна Федорова. Для того, чтобы повысить качество ремонта, глава города предложила поднять категорию дорог до более значимой. Накопились трудности в образовании. Из 140 выпускников 18 не смогли сдать единый госэкзамен. Эту беду городские власти надеются победить, закупив качественное оборудование дошкольных классов, особенно химии, физики и биологии. По итогам комиссии информацию хотели было дежурно принять к сведению, но воспротивился Игорь Кошин. Все-таки главы проделали достаточно серьезную работу, чтобы не убирать ее в стол. На основании этих докладов мы должны дать рекомендации нашим строителям, нашим управлениям, что у нас должно быть предусмотрено в бюджете Нинелли Алексеевны. Для вас сейчас тоже, да, я говорю. А что не должно быть предусмотрено. Вот все это должно быть на основании вот этих докладов и тех показателей, к которым мы стремимся. В ближайшие месяцы, пока не сверстан бюджет на следующий год, властям предстоит определить ключевые направления работы. Где добавить финансирование, где уменьшить, а где оптимизировать. Работа предстоит сложная. В Ненецкий округ вернулся полный объем полномочий по осуществлению государственной власти. А значит, переработать предстоит многие направления бюджетной политики.